Пришло время взрыва. Все эти, блин, Дугины, все эти Пердяевы, Ильины, Достоевские, если разобраться, так это действительно, прежде всего, дикая ложь о мире, о правде, о конструкции этого мира, да и вообще о России. В России впервые наблюдается симптомчик легкого несварения броня. Любопытно, наведет ли это броню несчастный русский народ на мысль о том, что ему врут вообще все. Друзья, приветствую вас в эфире Залмаев онлайн. И у нас сегодня особенный гость и особенный эфир. Наш гость сегодня Александр Невзоров. И вы смотрите Залмаев онлайн и Невзоровские среды. Приветствуем нашего гостя. Александр, приветствую вас. Добрый день, уважаемые. Ну что, дорогие мои, сегодня Невзоровская среда, которая знаменательна еще и тем, что в России впервые наблюдается симптомчик легкого несварения броня. Это исторический день. Связано это несварение броня конкретно с Дубинской дочкой и невероятным наворотом бреда, который связан с этим инцидентом, скажем так. И вообще любопытно, наведет ли это вранье несчастный русский народ на мысль о том, что ему врут вообще все. Вот с этим мы сегодня и попытаемся разобраться с помощью моего друга и очень уважаемого мною человека Питера Залмаева, который является, ну вот, с моей точки зрения, одной из самых реальных звезд сегодняшней журналистики. Мое глубочайшее почтение Питера. Александр, очень приятно слышать у вас эти слова от настоящего мэра журналистики, особенно учитывая, что я, по сути, по образованию не журналист, как-то так вот тышком-нышком, как говорят в Украине, проник в эту профессию. Ну, раз уж и шеи способы проникновения, проникать во все, что Галилей вообще проник в величайшие гении и астрономы через медицинское незаконченное. И ему советовали его критики и злопыхатели чаще смотреть в Кристер, а не в наблюдательные по тем временам потешные приборы за небосводом. Итак, начнем. Смотрите, значит, у нас вот это вот неприятие вранья по поводу этой девочки Даши Дугиной возникло по одной простой причине. Вероятно, мы имеем дело невероятно, а точно. Мы имеем дело с так называемым генеральским враньем. Тебе вообще известно, что в КГБ существует как горизонтальное вранье, так и вранье вертикальное. Вообще все КГБ, оно полностью выстроено на чистейшем вранье. Мы видим массу глобальных примеров от того, что был дезинформирован КГБ и Путин по поводу настроения в Украине и готовности печь пироги для тех орд, которые в нее ввалились. Вот там много разновидностей вранья. Ты в курсе, нет? Вот вы знаете, в целом я в контурах слышал, да, действительно, об этом. В двух словах я тебе расскажу. Ну вот есть вранье всяких технических, низовых служб. Оно вообще бессмысленно, но начиная примерно от капитана, уровень вранья начинает повышаться. И майорское вранье, оно отличается даже некоторой изысканностью и некоторым качеством. Оно не имеет тоже ничего общего. Оно содержательное вранье, которое может ввести в зубне там ученика 5-го средней школы. Нет, снова восстановилась связь. Связь есть, да? Да, есть связь. Продолжаем, потом подклеим, все будет хорошо. Да, да нет, даже можно и не клеиться, но было небольшое черное затемнение. Ну вот дальше, после майора начинается настоящий коллапс. И при переходе вранья на полковничий уровень все это резко обрушивается, уходит в бессвязицу. А на уровне генерала вранье, обычное чекистское, превращается просто даже уже не во вранье, а в откровенную абракадабру. И вот это вот Вовк, которая с котом и с маленькой девочкой направилась взрывать дугинскую дочку, это как раз то самое генеральское вранье, которое силовым порядком победило в конкурентной борьбе ведомственного вранья. Ведь как только дугинскую дочку зажарили, ведь никто не кинулся, естественно, никого искать, ничего отследовать, вычислять, шерстить агентуру, ничего подобного. Целое управление засели брать. Это же такой кружок фантастов-любителей, где каждый считает себя жульверным. И это конкурс вранья, у кого лучше получится. И были, как я знаю, очень неплохие предложенные варианты, вполне себе и озорные, и даже правдоподобные. Но вот выбрали генеральский вариант, который вызвал смех даже у самой преданной Вады. Но вообще я не знаю ни одного случая, честно говоря, Питер, чтобы любое сообщение КГБ ФСБ не было бы такой чистой ложью, не имеющей к реальности никакого отношения. Они же врут все. Они врут начальству. Начальство врет подчиненным. Они врут конвойным, подследственным. Они врут собеседников трамваи. Они, вот будучи Колей, чекист представляется Димой, даже хорошо знакомым с детства людям. Они врут продавцам в магазинах, детям. И вот если окажешься в их конторе, там, где М и Ж, дальше по коридору, не верь, ни в коем случае не заходи, там, где написано буква М. Это вранье. То есть вранье везде. А вот генеральское вранье – это особая категория. Я хотел просто, Александр, позвольте добавить, и учитывая, что Российская Федерация имеет в лице президента полковника КГБ бывшего, то есть от имени его и из его рта идет ложь на весь мир, собственно. И неприятие никакой ответственности ни за содеянное с Боингом МН-17, ни с Бучей, ни с Мариуполем. То есть это вранье, возведенное в ранг государственной политики. Ну, я уже говорил, что вообще у нормального профессионального чекиста от любого слова правды начинается дно и найти. Это действительно их можно понять, это корпоративное. Но вот генеральское вранье – это нечто совершенно особенное, причем убежденность в собственной божественности у любого генерала КГБ наступает примерно на третий час после назначения. И все знают, что вот осталось ровно два часа у родных, у близких, у подчиненных, чтобы еще говорить с более-менее вменяемым человеком. И все жутко любят, как ты знаешь, да, по примеру Путина, они все жутко любят ложь. Потому что вот все эти, блин, Дугины, все эти Пердяевы, Ильины, Достоевские, если разобраться, так это же действительно прежде всего дикая ложь о мире, о правде, о конструкции этого мира, да и вообще обо всем. Совершенно верно. Ну вот, Александр, мне хотелось бы услышать ваши ощущения от того, что это было. Мы слышим, в том числе от нашей общей знакомой, вашей хорошей коллеги, подруги Юлии Латыниной, что это некая такая завершающая часть новой операции «Трест». Если вы помните, это была контрразведывательная операция советских спецслужб в 20-е годы, направлена на выявление противников режима внутри СССР. То есть, что это может быть и для чего эта операция была создана, если, конечно же, мы принимаем за аксиомы тот факт, что абсолютная ложь попытки привязать украинскую сторону к содеянному. То есть, это предлог для раскрутки маховика репрессий внутри страны, еще большего. И об этом мы будем говорить еще чуть позже. Уже сегодня был очередной арест, уже, наверное, последнего такого антивоенного крупного политика. Я хочу говорить сегодня на эту сцену, да. Или же это повод для очередного шухера против Украины? Нет, нет, нет. Я думаю, что это ни то и ни другое. Это, скажем так, время. Пришло время взрывов. Дело в том, что такого рода ситуации, мы это хорошо знаем, тот, кто знает историю революционных движений в России и других странах, понимает, что все равно эти события наступают так же неотвратимо, как возникают определенные пузырьки и газы в определенной химической реакции. Это все очень легко и очень просто предсказуемо. Я уже просто говорил, что причина всего – это дикий непрофессионализм и серость Путина, который не понимает, что он творит. Он такой безумец, идиот в химлаборатории, который берет, и ему вот интересно смешать там оксид свинца с хлороводородной кислотой. Он забавляется игрой пузыриков и удивительным запахом, совершенно не понимая в том, что в этот момент выделяется смертельный хлор, который убьет. Он безграмотелен, там соляную кислоту с цинком. Тоже интересно смотреть, как начинает таять цинк, он не понимает, что выделяется взрывоопасный горючий водород. То есть он не понимает, что творит, а вот та сила ненависти, непримиримости, которую он разжег как между народами, так и между людьми, она обязательно оформится в теракты и обязательно будет оформляться и впредь. Никакая революция не свободна от предваряющих ее терактов. И очень многие умрут. Я не знаю, кто этим занимается конкретно, но этот период совершенно неизбежен, потому что лечение от фашизма, лечение от наслаждения войной, от наслаждения диктатурой, это крайне всегда болезненный процесс, который начинается и с этого тоже. Почему один народ должен страдать, а народ, который подвергает другой народ страданиям, страдать не должен? Это абсолютно нереально. И вот Путин своими безумными экспериментами, основанными на невежестве политическом, непонимании, незнании архиэлементарных вещей, он вот создает эти газы, яды, которые способны отравить и целые народы, и целые государства. И этот теракт, это ведь мы понимаем, да, что социология – это продажная девка путинизма. И что эта продажная девка путинизма будет продолжать врать, продолжать врать о числе сторонников фашизма в России. Но, увы, чем в реальности будет больше этих сторонников, тем тяжелее, кровавее и страшнее будет лечение. Потому что если человек объявляет войну здоровью, если он занимается членовредительством, тем тяжелее, в общем, его лечение. Почему я и говорю, что, к сожалению, у России жуткая беспросветная судьба, она никогда не будет ни свободной, ни счастливой. Александр, ты? Да, подожди, мы давай сейчас про теракты все-таки договорим. Конечно, конечно. Поскольку понятно, что это будет продолжаться. Понятно, что нет никакого смысла и долго взрывать, стрелять там разных губернаторов. Это скучные номенклатурные животные. Вот им выделили выпас, где они могут жевать рублевые всходы бюджетные в строго отведенных границах. Но они вообще без помощи своих пресс-служб, как правило, там не могут связать два слова. Вот я посмотрел, на днях мэр Чебоксар-Картуков на днях умер от ожирения в 38 лет. Ну вот они все примерно такие. Они тупые, послушные, легко заменяемые. Но есть же идеологи, есть пропагандисты, артисты, певцы, которые ступленно служат режиму. Они знаковые, они воспевают дебильную войну, они пестрые, шумные. Там огромный выбор, все они очень легкие мишени. И они, как правило, очень плохо защищены, плохо охраняются, либо охраняются дилетантами. Вот, вероятно, их и будут чпокать в первую очередь. То есть, исторически пришло время Доры Бриллиант и Ваня Каляева, как я сказал, угадав эту ситуацию буквально там недели за две. И я понимаю, я понимаю твое недоумение. Очень удобно, наверное, придумать какую-нибудь конспирологическую очередную версию про ФСБ. Там Юля прекрасно это все расписывает, очень убедительно. Но вот давай по-другому. Давай, Александр, а сейчас перед тем, как вот перейдем, все-таки возвращаясь на теме конспирологических версий, наш общий товарищ и мой близкий товарищ, сразу говорю, чтобы зрители знали, Илья Пономарев, по сути взял ответственность за содеянное и сослался на некую национальную республиканскую армию, которая и взяла ответственность за это. Он при этом присовокупил, что давно уже сотрудничает, ну, несколько месяцев сотрудничает с этой структурой. Юлия Латынина, уже упомянутая мною, вчера в эфире, друзья, у меня был эфир, кстати. С Юлией посмотрите на YouTube-канале украинского телеканала «Прямый». Вы увидите это интервью, она считается смехотворной попыткой Пономарева как-то вот себе набрать очков. Вы знаете Илью Пономарева. Насколько вам считается неправдоподобна эта версия о вообще существовании такой структуры внутри Российской Федерации? Вы знаете, я не считаю важным выяснять, кто именно это сделал, потому что это исторический процесс, и если это не одна структура, то это другая структура. Здесь нам гораздо важнее факты. Пономарев чрезвычайно обаятельный человек, мы с ним знакомы, но он абсолютно неуправляем, он никого не слушает, ни с кем не советуется. Он не понимает, как нужно преподносить себя и некоторые реалии. То есть делает пока в этом ошибки. Надеюсь, не ошибки фатальные и непоправимые для своего имиджа. Хотя посмотрим, потому что называется, он сильно рискнул с этим заявлением, и неизвестно еще, какие это будет иметь последствия личные. Уже есть, Александр. Его не пустили на очередной форум «Свободная Россия», который проводит Гарри Каспаров в Вильнюсе. Это состоится буквально на днях. И вот, судя по всему, организаторы форума осудили этот, как они назвали, терап, и, соответственно, Пономарева туда теперь не пускают. Ну и речь идет, конечно же, что это Вильнюс, это Литва. Я знаю, что у вас тоже долгие и очень сложные отношения с этой страной. Да, у меня долгие и сложные отношения с этой страной. Могу сказать, что меня призывают извиниться перед Литвой. Я не буду, конечно, извиняться. Ну что за детский сад с извинениями? Слишком серьезный вопрос, чтобы решить его каким-то извинением. К тому же, то клеймо ада, которое у меня есть на лбу, оно все равно никакими извинениями не стирается. Поэтому пусть я лучше буду мужественно это клеймо носить на лбу. Но если я интересен и нужен Литве как союзник и друг, вот он я, да? Все, что она делает сейчас, меня восхищает и своей прямотой, и своей политической точностью и грамотностью. У нее великолепная внешняя политика на данный момент. Если я нужен зачем-то Литве, она меня примет и с этой страшной печатью. Хотя довольно странно было бы предъявлять человеку вменять в вину то, что он когда-то болел чумой. Но вот мы все в той или иной степени болели советской патриотической чумой. У кого-то это протекало. Мы родились в чумном бараке. Мы родились и были взросшены в этом ужасе. Чего удивляться, что рано или поздно эта чума дала себя таким образом знать. Я говорю, если я зачем-то в Литве буду нужен, то я с большим удовольствием приму ее руку и буду поддерживать и восхищаться Литвой и ее политикой. Если я не буду нужен Литве, и она не протянет мне руку, то я буду восхищаться ее политикой, ее точностью и ее мужеством. Точно так же, как если бы она мне эту руку протянула. Что касается Пономарева, его недопущения. Ему повезло, я считаю, что его не допустили на этот конгресс протестующие интеллигенции. Потому что, конечно, уморительное зрелище наблюдать, как эти люди в седьмой раз запускают нелетающую ракету, демонстрируя бессилие. Причем там же собираются такие очень сильные, очень выразительные, очень талантливые и могучие политические персонажи. Но вот как только они собираются все вместе на этот конгресс, они превращаются в такое шоу лилипутов, наблюдать за которым забавно. Так что, может быть, Пономареву в этом смысле и повезло даже. Но я говорю, что не имеет никакого смысла вычислять Пономарев, не Пономарев. Мне, со мной, как вы понимаете, у него нет особых причин, если откровенном в этом вопросе. То, что я знаю, ну давайте останется при мне. Александр, если позволите, есть послание Пономарева личное к этой беседе и вчера к беседе с Юлией Латыниной, которая его разнесла, как я говорю, в пух и прах, еще и протроллила тем, что я заметила, что название этой структуры точно соответствует в итальянском варианте названию ранней партии Бениту Муссолини. Но Илья Пономарев об этом узнал, я ему сказал, и он сказал, передайте, пожалуйста, всем российским либералам, что они просто зассали, простите, мой французский, и хотят, судя по всему, расправиться с Путиным руками ЗСУ. А это не получится, воевать нужно нам самими, освобождать нашу страну, нам самими, если им не нравится, показал Пономарев, вот так, вот им и Путину я это показываю. Вот за что купил, за то и продаю. Хорошо. Вам удалось это продать. Я в отношении себя слово зассал при всем желании. Это не к вам было, это не к вам было, это было в целом к тем, кто его засудил. Да, да. Ну, давай все-таки вернемся к этому покушению, потому что мы с тобой тут можем побеседовать как два теолога, потому что то, что в этом спектакле осталось незамеченным для всех остальных, обязаны были заметить мы, которые в курсе, скажем так, того, чем болеет, и чем страдает, и чем живет Дугин. Вот вчера, это вам было, да, на похоронно-патриотическом шапаше в Останкино, Дугин отпиарился на все сто, использовав эту обугленную дочку. Вот тот человек, который хотел, тот, кто хотел увидеть по-настоящему счастливого человека, он должен был, конечно, прийти на эти похороны и посмотреть на Дугина, он был страшно горд, он был страшно счастлив, что из обычной девочки ему удалось сделать фанатичку-идиотку и затолкать ее обугленное тело в гробе. Но там был разыгран и целый спектакль с глубокой христианско-православной символикой. Дугин, который отлично знает о географии, патристику, он ведь не случайно все это продемонстрировал. Протоколы и первые, вторые, третьи указывали на то, что Даша Дугина при взрыве была сильно обгоревшей до неопознаваемости. И это довольно здравые, трезвые протоколы. Те видео, которые показывают лежащее тело, это видео чуть более позднее. Но здесь Дугину было очень важно создать известный тебе прецедент неопалимости, нетленности. Ведь они же очень любят баловаться этими скрепами. Это вспомни историю Артемия Верпольского, Гаврила Белостокского, умученного от жидов, Геронтия Печерского. Там полно они, флиемские младенцы, отрыки в пищи несгораемые. Они же очень любят вообще фокусничать на эту тему. Вот я, кстати, хочу и зрителям, тоже это будет любопытно, напомнить вот это удивительное кремлевское отношение к детям. Напомню тебе, если не застал, в 1606 год, тогда только-только начиналось смутное время, и вот возникла потребность в новом духовно-патриотическом событии, которое способно всех объединить. И таковым событием, с точки зрения Василия Шуйского и патриарха Гермогена, тогда могла бы стать канонизация зарезанного царевича Дмитрия Убличского, который был зарезан, если не ошибаюсь, в 591 году. Но вот единственным аргументом причисления криков святых канонизации могла бы быть нетленность тела этого мальчика, который уже пролежал в сырой и грязной могиле 17 лет. И что ты думаешь? Как ты помнишь, нетленное тело Дмитрия Убличского с кровоточивой раной было предъявлено огромному количеству народу, экспонировалось в течение трех дней в Москве в Успенском соборе под гром нескончаемых ектеней и продолжающуюся постоянно службу. Это все было. Но как это все происходило? Знаешь, нет? Расскажи. Да, да, да. Вот когда, значит, послали в Ублич осмотреть реальные мощи, обнаружили там нечто совершенно естественное за 17 лет некондиционное. Но вот канонизация должна была состояться. И нужно было свеженькое телец царевича, оргкомитет. Он призадумался, но применил православную смекалку. И решил все это очень просто. Они купили у одного из стрельцов сына, которого звали Романом, Ромашек его звали. И спокойненько, значит, этого мальчика зарезали для того, чтобы продлить срок эксплуатации трупа. Там слили кровь, его на ночь обкладывали льдом. И в таком виде его наряжали в царские одежды и экспонировали действительно. Тогда, извините, интернета не было. Лица Дмитрия Убричевского никто не видел. И обман прошел абсолютно на ура. Ну а у тех, кто начинал вякать про то, что этот мальчик не тот, ну сразу же привлекали по 207-й, третий или по другой из новых статей уголовного кодекса. Спасла глупость масс, которая во все это поверила. Но мы видим, да, что к детям всегда такое очень потребительское, очень злостное, я бы сказал, отношение тоже одна из традиций. Тогда коммунизация все удалась на славу. Надо сказать, что даже Ермогерн и Шуйский, которые это все организовали, даже тот, кто резал мальчика, они все равно, наблюдая торжественную службу, рыдали от умиления. И перлись приложиться к этим мощам. Это не спасло Россию, которая все равно порвала смута. И вот у Дугина примерно такие же планы вообще на всех живых детей. Хотя его девице-то, поверь мне, попало под раздачу совершенно случайно. Конечно, целью был сам Дугин, но в своих надгробных весельях он ведь не смог дать ответ вообще, зачем все это нужно. Вот зачем нужны эти мертвые дети? Зачем нужна эта война? Зачем нужна это безумие? Зачем вот простого ответа нафига, на вопрос нафига нету до сих пор ни у кого, ни у Проханова, ни у Дугина, ни у Путина. Его просто нет. Александр, если позволите, да, вот маленькая цитата из этой его речи. «Защищайте нашу веру, наше святое православие, любите наш русский народ». Вчера у меня был эфир с Андреем Кураевым, которого такие вот притянули буквально вчера к ответственности за фейки против армии, несмотря на то, что он говорил про гражданскую войну в России, в Украине в 18-19-20-х годах. Присудили ему штраф в 30 тысяч рублей. Так вот, я с ним советовался по поводу Дугина, насколько он вписывается вообще в философию РПЦ. Так вот, он вообще не считается, по сути, православным. То есть он даже выразил сомнение, что Дугин вообще ходит в церковь. Не того поколения он сказал Дугин, чтобы реально свято верить в то, что он говорит. Но тем не менее мы видим, что вот этими теологическими, патристистическими и агеографическими предними Дугин пропитан. И ведь не случайно эта его Даша тоже была явлена нетленной, неопалимой. Понятно, что силиконовую маску можно за сутки сделать. Всего там за 600 тысяч рублей плюс 200 тысяч за скорость и натянуть на любые угольки. Это не является проблемой. Но Дугин же захотел поиграть в эту нетленность, сделать эту заяву на канонизацию. И надо сказать, ему все помогли, ему тут же кинули, значит, сострадать и рыдать все либералы. Все абсолютно. А я вместо того, чтобы, естественно, сострадать и рыдать, я открыл лица поразительных, большеглазых, очаровательных 30-летних женщин, их сотни, их тысячи. Я взял, запросил украинок убитых, дегенератами только за последний месяц, убитых теми, кто наслушался визжащую в телевизоре Дашу Дугину. И почему я подобрал, я тебе могу сказать, специально тела, только там, только лиц, фамилии убитых, взорванных и сгорелых именно в автомобилях. И что мы видим? Мы видим Шаронова Юлия 99-го года, Бакланова Даша 988-го года, разорванные взрывами в автомобилях сгорели, московец Настя 2000-го года, Макар Наташа 84-го года, Осика Ольга. И вот 50 страниц, 50 страниц только убитых и сгоревших в собственных автомашинах во время или эвакуации, либо поездки к врачу, либо поездки за продуктами. И общее количество 20 тысяч. Вы цитируете эту цифру в своем телеграм-канале. Не менее 20 тысяч молодых женщин всего же за месяц войны путинскими бомбами и штыками. И от пуль, и от обстрелов, и под обломками бетона. А здесь я взял конкретно вот из всего мартиролога, до которого мне удалось добраться. Я выбрал только взорванных и сгоревших девочек автомобилей. Я совершенно не понимаю, почему, говоря о детях и женщинах, о так называемых нон-комбатантах, как любит выражаться Юля, мы говорим только о Дугиной. Она же такая примитивная, как килограмм моркови. Просто малоизвестная девица, нафаршированная фашистской риторики. Риторика и папина риторика, как фарш из плохо зашитой и плохо фаршированный гефэлти фиш, перунинг из всех физиологических отверстий. Она ничего собой не представляла. Ну, кстати говоря, ей дали как-то заметил орден. Орден за мужество. За мужество она вроде бы не была замечена. Да, понятно. Но она, вероятно, не за мужество, надо объяснить слушателям, а орден за мужество. Это такая интересная очень блямба. Она это клеймо на свой гроб получила вполне заслуженно, но вообще возникает тут серьезный, такой, я бы сказал, тревожный вопрос. А что делать? Что делать человеку, если ему прицепили такой орден на грудь? Как от этого предохраняться? Как этого избежать? Потому что ведь это может случиться с каждым. Ну, во-первых, никто не застрахован от произвола идиотов, которые в любую минуту могут дать вам орден. Или там ошибка наградного отдела. Александр, вы как никто это знаете, вы получали такие награды Приднестровья, Казацкие, вы выставляли их даже на аукционы. Да, да, да. Я потом менял все эти свои ордена и медали на трилобит. Мне предложили очень хорошую коллекцию трилобитов. Я, естественно, не устоял и отдал все это дребеденье в обмен на трилобит. И вообще, вот как быть? Потому что потом, потом, получив такую блямбу, надо 20 лет будет потом бегать по судам и инстанциям доказывая, что ты не пособник фашизма, не убивал никого в буче. Это очень... Путинщина, кстати, вот она не умеет, я смотрю, она не умеет пользоваться этим великим оружием. Вот представь себе, мы тут сидим, мы тут сидим с тобой, у нас великолепная беседа, и вдруг там по телефону и приходит сообщение. Питер, Золмаев награжден указом Путина орденом за заслуги передатительства. И как дальше разговаривать, да? У них же на руках такие неотвынные метки позора, которыми они могли бы пользоваться. Зачем там трусы синие, зачем новичок дали бы Навальному за заслуги перед Отечеством или Александру Невскому первой степени, и все, политический труп Навального давно бы остыл, его бы уже никто не помнил. Поэтому удивительно, что они так, в общем, так не пользуются своим оружием. Ну, а Александр, тут еще, конечно, я хотел поговорить про Дугина, но просто из-за времени у нас еще есть все-таки топики впереди, и, может быть, поговорим, когда уже затронул тему преследований. Этот маховик уже сейчас бьет и по духовенству, основному духовенству, я сказал про Кураева, да. Да, мы к ней перейдем мягко, мягко, я сам заинтересованный в том, чтобы всем рассказать о том, что происходило с Ройзманом, и некоторые подробности, которые мне известны, которые неизвестны больше никому, но у нас, смотри, у нас рисуется Пригожин как... Пригожин? Да, конечно, он рисуется как крупнейший политический изобретатель в России 21-го столетия. Интересно, что он перестал бояться показывать свою звезду-героя, он чудом спасся с попасной, такой, то есть, вот тоже нетленный, как бы такой почти без пяти минут мученик. Да, и он самая, конечно, живая, самая опасная фигура во всей этой путинской преисподнике. Потому что, если мы посмотрим на все эти там Советы Федерации, Совбезы, это такие сборища злых, рассыпающихся мумий, которые озабочены только тем, как приклеить обратно выпавший позвоночник, они друг с другом обмениваются костями таза и боятся, что из комфортного кремлевского склепа их вытолкают в сияние их грязных желтых костей на Красную площадь. Они вот там, эти мумии, собираются на Совет Безопасности. Что они там могут обсуждать? Они могут обсуждать эти мертвецы, мертвечихи, у кого саркофаг круче и ярче расписан и делиться мыслями о том, что вот возможен тюнинг саркофага и скоро, возможно, будет выпущена новая модель вообще о том, как бы искусать побольше живых. И вот на этом фоне мумий. Конечно, Пригожин выделяется недопустимо ярко. Недопустимо ярко. Ему эта яркость, разумеется, еще отольется. КГБ очень не любит всякого цветного и звучащего. Они любят все такое же. Серенькое, чистенькое и спортивное, как царствующее КГБ. Цвета и звука вообще не выносят. И вернемся к Пригожину, потому что это действительно очень любопытный персонаж, изобретатель. Можно я добавлю, Александр, все-таки как в том числе и человек, проживший 25 лет в Америке, о западной публике американской он стал известен в 16-м году как человек, вот инициатор и организатор этой фабрики троллей в Ольге, если не ошибаюсь, под Питером, которому в Америке, по крайней мере, левацкая прогрессивная публика приписывала вообще победу Трампа. То есть он в 16-м году был после Путина, наверное, самым известным представителем российской элиты. Ну, после этого, конечно же, Вагнер. Вагнер – это наемные вояки Вагнера в Центральной Африке и так далее. То есть это лицо очень известное на Западе. Но уже, кстати, по-моему, и не открещивается. А вот сейчас он изобрел эту изумительную историю, когда он ездит по зонам и вербует зэков. Но мы знаем, что обычно на это поддаются только там убийцы, уголовники, насильники, достаточно рядовые, воры в законе, безмолвствуют, не препятствуют, но и не помогают. Но я подозреваю, что воры просто ждут, когда от Пригожина им пришлют комплекты генеральской формы с набором наград на левую и правую сторону груди. Тогда и они тоже переоденутся и займут свое место в Димштейне. Но вот используя опыт Пригожина, можно было бы пойти дальше, потому что его изобретение черпать кадровый резерв на зонах это гениальное изобретение. Ведь в России сейчас так много отраслей общественных, государственных институтов, которые за месяцы войны и торжествующего фашизма понесли очень существенные потери. Где надо залатывать кадровые дыры? Ты же сам знаешь эту цифру. Ты где там? Ага. Вот все, мне тебя снова показали, а то я уже забеспокоился, что у нас зависла к артикулу. Там 500 журналистов, которые не согласны были обслуживать фашизм или находятся просто в прямом конфликте с путинизмом, они покинули страну, создав мощнейшую волну журналистской эмиграции. Это очень серьезные потери. И по идее, вслед за Пригожиным, в зоны должен наведаться, например, глава Союза журналистов России. И потери компенсировать. Конечно, все самое сочное, там уже выгреб Пригожиным, но есть же всякие опущенные, сиферитики, там колейки, спидоносцы, цуберкулезники, которых на войну не взяли. Вот опущенными, опущенными вполне можно им предложить службу. Главрелин, корреспондентами, редакторами, пообещав за полгода сроков, полгода службы в СМИ путинских сократить срок или амнистировать. Им будет легко, кстати, уютно, потому что опущенные в зонах легко приживутся в опущенной журналистике России. Ну и, кроме всего прочего, останутся там совсем кривые, косые, спидозники немощные, но тогда может поехать и президент Академии наук и подберет остаточки, потому что у него тоже есть потери, тоже нашлись академики и ученые, которые дерзнули выступить против и списаны со счетов, вот можно с помощью вот этого последнего набора из зон, но опустили в зонах, в конце концов, но зато госаппарат будет крепче. Потом, о, подожди, мы еще забыли про женские зоны. Там же можно накопать огромное количество набрать таких матерых, бесстыжих дур, чтобы пополнить кадры судебной системы. Да, ведь этим четкам достаточно сделать укладку, пошить мантию и отучить плеваться семечками в зал судебного заседания, и они вот эти приговоры там на семь лет, на огромный штраф, на то, на сё, они будут выносить с колоссальной легкостью. Ведь мы же понимаем, да, что правоохранение в России очень условная вещь, а сейчас уже и абсолютно безусловная, не имеющая с правом ничего общего. Я, кстати, хочу в двух словах, позволь, извини, что я так много говорю, рассказать один восхитительный случай, который произошел в Индии. Он произошел в Индии и меня тронул. Это штат Бехар, это где-то рядом с Бхагалпуром. Один из самых бедных штатов. Я там был в 2012 году. Да, да, это чудесное место. Вот там был очень всем известный мастер, умелец, изобретатель. Он из сушеных слоногих ушей, сигарных аккортов и старых лампочек собрал телевизионный приемник. Телевизионный приемник там достаточно большая ценность, но поскольку этот приемник был сделан, в общем, как мы понимаем, из чистого дерьма, он ловил только Раши Тудей. И больше ничего. Ни одной телестанции мира он не принимал. Он ловил Раши Тудей. Приемник украли, получено три брата, которые только вышли из самой большой индийской тюрьмы. Три мошенника. Махиндер, Хариндер и Пистамбад. Вот у них такие буквально имена. И они стали смотреть это Раши Тудей, смотреть жадно. Они увидели, что там сидит какой-то поганец, надутый ботоксом. Он бахвалится, умничает про то, что он уже исполнил жизнь миллионов человек, убил несколько сот тысяч человек и собирается убить еще больше, испортить жизнь еще большему количеству и явно рубит на этом занятии какие-то бешеные деньги. Махиндер, Хариндер и Пистамбад как-то посмотрели на него. Конечно, силу его бизнеса оценили, но решили, что им его сразу не поднять. Такой, по крайней мере, масштабный. Потом они снова стали смотреть Раши Тудей и пришли к выводу, что самым наилучшим бизнесом является охрана права и порядка. И что сделали Махиндер, Хариндер и Пистамбад? Они организовали собственный полицейский участок. Они пошили форму, навесили гербы, поставили сейфы, наняли безработных проституток, погонщиков, слонов, которых тоже переодели. И очень долгое время этот участок возбуждал дела, брал взятки за их прекращение. Вообще осуществлял деятельность, пока этот полицейский участок не накрыли. Но Махиндер, Хариндер и Пистамбад они допустили одну ошибку большую, конечно, очень серьезную. Вот нельзя было позволять функционировать настоящей полиции, которая вышла на их след. Вот им надо было просто на годик приехать постажироваться в Россию, они бы увидели, как здесь все устроено. В России по такому же индусскому принципу организован СКАФ, СБ, полиция. Это гарантия того, что никто никого разоблачать и усаживать не будет. Ну, то есть, вот не хватило ребятам годик и студентов. Александр, правдивая история, да? Да, абсолютно. Можно ее почитать в интернете, она восхитительна. Александр, я вот хочу перейти уже ближе к нашим широтам и процитировать буквально коротко известного донецкого, он уже там давно не живет, блогера, журналиста Дениса Казанского. Вот он пишет. В Харькове установили первое железобетонное укрытие рядом с остановкой, даже с Wi-Fi. От прямого попадания ракеты вряд ли спасет, но укрыться от осколков Минграда в нем возможно. Россия хаотично бьет по городу из разных видов артиллерии и так далее. А теперь попробуйте угадать с трех раз, сколько таких укрытий установила матушка Россия в Донецке, Горловке и прочих городах, которые в 8 лет страшно бомбила Украина. Ой, нисколько Казанских, ноль, за 8 лет ничего. То ли потому, что Донецк никто не бомбил, то ли потому, что Россия ее чепушилин и плевать на людей и на их безопасность. А вот Крым, в Крым сейчас начала прилетать. И вы, в том числе, комментируете в своем телеграм-канале, в Крыму начинают готовить бомбоубежище. Да, и я понимаю, что в эти бомбоубежище будут в обязательном порядке, вероятно, перенесены пляжи, будут перенесены шашлычные и всякие другие курортные развлечения, поскольку на поверхности они уже находиться больше не могут. А для тех, кто очень любит купаться, очень любит водные процедуры, там будут расставлены специальные стальные 200-литровые бочки, полные соленых слез курортников. Поэтому каким-то образом все-таки человек потом с гордостью, вылезя через две недели из бомбоубежища, скажет, я отдыхал в Крыму. Там вроде бы, вроде бы, нет каких-то существенных разрушений, нет существенных, я имею в виду, не по аэродромам. Те великолепно горят и роскошно, я бы сказал, взрываются. Но когда пытаются преуменьшить, преуменьшить заслуги ВСУ, кстати, с Днем Независимости Украины, чрезвычайно важный для нас, для всех праздник, важный, конечно, бесконечно, в первую очередь, для Украины, но не менее важный и для России, потому что во многом судьбу России будет определять Киев. И особенно для вас, пан Александр, как мого співгромадянина, співгромадянина Украины, мои вам вітания. Да, да, совершенно верно. Когда меня спрашивают, есть у меня наконец украинский паспорт или нет, я говорю, а вы потерзаетесь, вы потерзаетесь, догадками подумайте, но с учетом моего уважения к вам, я скажу, как бы, кратко и понятно, есть, есть, Питер, дорогой. И когда говорят про то, что, ну, в общем, еще не настолько сильные успехи в деле освоения Крыма военного, ну, как вам сказать, они относительно небольшие, на самом деле-то они большие, потому что, если бы командующему Черноморским флотом накакали фуражку, да, и заставили бы еще эту фуражку одеть, вот представьте, стоит печальный адмирал, белым у него из-под фуражки течет ему на лицо, и что вот эта ситуация с фиктивностью всего ПВО и всех возможностей Черноморского флота, это как раз та самая есть истекающая говном фуражка. Поэтому на самом деле это очень яркие и очень знаковые сигналы всему миру и самой России, деморализующие сигналы, и Украине взбодривающие сигналы. То, что там происходит, да, это тоже абсолютная закономерность, мы-то чем отличаемся, мы, оказавшиеся на этой стороне, на стороне Украины, чем мы отличаемся, мы просто понимаем, чем закончится дело, помимо омерзения к фашизму, который у меня, кстати, сильнее, потому что я болел, я знаю, какая это гадость, вы-то нет, вы там проводили время в теологических забавах и где-то проповедничали и наслаждались американской жизнью, а я-то очень хорошо по себе знаю, что это за мерзость и куда она может завести. И в связи с этим, да, конечно, мы не можем не помянуть нашего общего, вероятно, друга, моего тоже, Жени Ройзмана, он был последний, необыкновенный совершенно парень, оставляем за скобками все, что было до войны. Вот не интересует меня, как он там прессовал этих наркоманов 30 лет назад, вот все, что было до войны, не играет никакого. Важно, как человек повел себя, начиная с 24 февраля. Вот это тест на то, что это за человек. И ничто другое этот тест заменить не может. И вот, Жень, последний искание. Я не знаю, как там сложится его судьба, знаю только, что ему набилось в квартиру огромное количество этих ряженых всиновцев, которые сопровождали там силовую поддержку следователей. Его застали фактически полуголым, да. Есть вера. Да, 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 практически. Но там, почему пришли в 4 утра, а не в 2 часа ночи, как хотели, потому что 2 часа следователь пытался дозвониться в Москву и получить указявки класть Тройзмана в пол или не класть Тройзмана лицом в пол. Вот 2 часа он требовал, чтобы ему дали конкретные инструкции. Ему дали инструкции, ладно, не кладите. И, насколько я знаю, там было 2 человека на этом обыске, 2 человека на этом погроме, которые пользовались тем, что на них одеты маски, которые скрывают губы. они ухитрились Женьке, который проходил мимо них, сказать, Жень, прости. Служба. Александр, я знаю, вы... Исполнителям тоже было крайне и крайне неуютно. Да, прости, я перебью тебе. Я хотел просто спросить, вы, я знаю, уговариваю уезжать, срочно это сделать. Он, я вот тут вас цитирую, был уверен, что будет предельно аккуратен, не даст фашистам повода для ареста. Буквально цитата. Тем не менее, видите, вот все-таки, как вы говорите, в том числе, установка сейчас на выжигание всего живого в стране. Да, и это, надо сказать, это единственное, что они умеют. У них колоссальный опыт, начиная со времен опричненно, продолжая МГБ 37-м годом. Это вот, это единственное, что они умеют, поэтому они занимаются этим увлеченной, как видим, вполне себе продуктивно. И мы понимаем на примере Ройзмана, что те журналисты, те, он не был журналистом в прямом смысле этого слова, да, но все равно он взял на себя большие журналистические функции и как маленькое СМИ, которое было ограничено в своих возможностях, обречено на предельную аккуратность, тем не менее, Ройзман делал очень много. Это, кстати, ответ, мой ответ всем тем, кто упрекал меня за украинский паспорт, что вот у нас там гибнут на фронте люди, которые находятся в реальной опасности. Но мы знаем, что любой абсолютно журналист, любой поднявший голос против Путина подвергается опасности ничуть не меньше. И что наш фронт, там, где мы делаем все, чтобы помочь Украине победить, он не менее опасен. Мы видим, с какой ненавистью и тщательностью Путин душит любого, кто может хотя бы одно слово правды сказать о том, что он вытворяет в Украине и в России. Мы видим эту страсть, этот садизм, этот дикий страх перед одним простым словом, который произнес Женька, и того упакования. Мы понимаем, что мы знаем повадки Путина, мы помним всех, кого он не уничтожил, и мы прекрасно, вот все эти 500 человек, которые покинули Россию, они все, в общем, на тропе войны, и они все в страшной опасности, потому что Путин правды боится гораздо больше, чем он боится даже украинского оружия, вот скажем так, хотя ему следовало все равно больше бояться в украинских ударах. То есть серьезная миссия русской журналистики, подлинной, истинной, ушедшей из России, вот она сегодня получила свое в России завершение после ареста Жени. Ну вот мы говорим сейчас о том, как в Украине этот дебат собственно и в Украине происходит, как называть полчища вот этих вот солдат путинской армии в Украине после Бучи Мариуполя уже установился такой термин орки. Вот у нас остается немного времени, но хотел узнать о вас, слышали ли вы о том, что есть не иносказатели, а настоящие орки в Российской Федерации, которые очень-очень обижены тем, что этот лейбл дали Российской Армии. Да, 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 я хочу принести извинения всем оркам и в неформальных объединениях и там, где они являются просто актерами, которые вошли и любят свои роли, да, вероятно, сравнение с путинскими солдатами для орков является оскорблением. Петер, друг мой, я ужасно рад, что мы познакомились, я очень очень благодарен судьбе за то, что она нас с вами свела, мы с вами взаимно, взаимно. Вы действительно фигура, с моей точки зрения, очень крупная и не случайно вами все так восхищаются. Так что давайте будем прощаться, поздравим еще раз друг друга с Днем Независимости Украины, скажем славу Украине, героям славы и конечно же живи Беларусь. Живи вечна. Друзья, спасибо, что смотрели Залмаев International и Независимости Среды. Подписывайтесь на YouTube канал Александра Невзорова, на YouTube канал Прямова, на мой канал, все ссылки будут даны в первых комментариях под видео и совсем скоро мы с вами встретимся вновь с новыми интересными гостями. See you later. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok